эфир телеканала актис продолжает программа местное время в студии данил недзельский здравствуйте и вот коротко о главных темах выпуска отстояли право автобус до микрорайона юго-восточный будет курсировать по прежнему расписанию утолили жажду 12-летний школьник пустил в дом грабителей преданность дел в саватеевке живет гидролог в третьем поколении наследие узников концлагерей одна из школ сохранит память детей войны а теперь обо всем подробнее автобусный маршрут номер 5 до микрорайона юго-восточный будет работать без изменений такое решение было принято на совещании в администрации ангарского округа напомним перевозчик планировал изменить схему маршрута ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию но все-таки пошел на уступки в интересах горожан подробности далее в сюжете о планах перевозчика сократить схему автобусного маршрута номер 5 стало известно две недели назад инициатива вызвала жесткий негативный отклик у жителей юго-восточного что неудивительно ведь на сегодняшний день это единственный автобус связывающий этот отдаленный микрорайон с городским центром накануне данный вопрос вновь обсудили с представителями перевозчика мы должны услышать пожелания жителей принять необходимые решения хотели бы сегодня вас послушать что вы скажете по этому поводу свое мнение также высказали и представители думы как отметили депутаты решение сокращение маршрута было принято без учета мнения местных жителей что и привело к конфликту вы понимаете сами что даже люди у которых есть автомобиль ты вышел на 15 минут из дома попозже ты не успел на работу ты не успел в садик ты не опоздал школу и так далее здесь тоже самое люди годами привыкали к этому шут они подстроили свою жизнь под вот такое определенное расписание конечно сейчас менять это просто людей полностью лишать какого-то ну это я говорю они ничем не отличаются от тех кто в городе в городе же нет у людей проблем с транспортом они успевают выезде на работу школу и наши тоже жители имеет право полное на то чтобы работать и ходить школу после бурных обсуждений перевозчик несмотря на нерентабельность маршрута все же решил пойти на уступки автобус будет ходить по привычной схеме от микрорайона до автостанции маршрут 5 тя до колхозного рынка кроме того транспортная компания вернула ранее сокращенный рейс на 20 50 если пассажир скажем так свою потребность изложил вот в этом варианте что и население необходимо сохранить этот маршрут в том формате в котором он имеется то мы считаем что тогда дальнейшее обсуждение варианта изменения схемы ну уже будет наверное нецелесообразным потому что скажем так вот эта категоричность мнение населения на нами принято и понятно напомним на прошлой неделе специалисты центра поддержки общественных инициатив совместно с жителями юго-восточного проводили мониторинг пассажиропотока как заявили в мэрии полученная информация поспособствует улучшению качества транспортного обслуживания александр вычков алексей выборов местное время поселки залари река вышла из берегов уровень воды уже превысил критическую отметку сообщает главное управление мчс по иркутской области подтоплены дома и приусадебные участки где проживает более 60 человек в том числе 18 детей на экстренном совещании в администрации муниципального образования принято решение обведение режима повышенной готовности настоящее время сотрудниками заларинского пожароспасательного гарнизона мчс россии и работниками администрации производится подворовый охот населения людям объясняется алгоритм действий в случае экстренной эвакуации выше по течению реки выставлен временный гидрологический пост для круглосуточного мониторинга уровня воды специалисты провели обследование верховьев реки заларинка как сообщают в управлении ведомства половодие происходит из-за активного снеготаяния далее о происшествиях пропавшую светлану собурскую нашли мертвой в иркутском районе 29-летняя девушка пропала несколько дней назад 5 апреля родственники обратились заявления в полицию по их словам она выехала из села айок на своем автомобиле позднее машину нашли брошенной недалеко деревне каштаг следственный комитет назначил проверку по предварительным данным признаков насильственной смерти на теле светланы собурской обнаружено не было настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося на федеральной трассе под усолием произошло крупное дтп в районе села беликту и столкнулись три автомобиля toyota рактис лэнд крузер и хайлюкс сурф 35-летний водитель toyota хайлюкс скончался на месте еще трое пострадавших обратились за медицинской помощью обстоятельства аварии устанавливаются ангарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов подпольных азартных игр их задержали в июне 2019 года преступная группа насчитывает 6 человек некоторые из них были взяты с поличным при обыске правоохранители изъяли 42 компьютера игровые автоматы с купероприемниками а также проигранные посетителями деньги 400 тысяч рублей заведение успела проработать несколько месяцев для реализации задуманного и в целях получения прибыли участники преступной группы арендовали нежилое помещение между ними были распределены функции и обязанности они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в соответствии со статьей предполагаемым преступником может грозить до 6 лет тюрьмы судебное заседание назначат ближайшее время при ангаре полицейские задержали двух женщин которые подозреваются в краже золотых украшений дежурную часть обратилась ангарчанка она рассказала что в отсутствие родителей 12-летний ребенок впустил домой двух незнакомок которые попросили у него стакан воды пока одна из них отвлекала внимание мальчика другая под предлогом посещения санузла прошла в спальню где из тумбочки украла шкатулку с драгоценностями что вы потом с ним сделали золото задержанными оказались жительницы тулунского района 21 и 23 лет возбуждено уголовное дело сейчас их проверяет на причастность к аналогичным преступлениям глава при ангаре выступил с инициативой поощрение работников скорой медицинской помощи 28 апреля они будут отмечать свой профессиональный праздник игорь кобзев поручил совместно с профильным министерством представителями общественной палаты и депутатским корпусом рассмотреть варианты будущих поощрений готов сегодня рассмотреть все предложения поощрений работников скорой медицинской помощи в том числе и будущими гос наградами поэтому с вашей стороны скрупулезная работа предстоит взаимодействие именно министерство здравоохранения общественной палаты комиссии по кандидатам на гос награды ну а правами как я уже сказал губернатора я думаю правами законодательного собрания руководители общественной палаты все должны быть поощрены главным повестки пленарного заседания стал вопрос борьбы с пандемией коронавируса одним из действенных методов по мнению председателя общественной палаты иркутской области должна стать вакцинация в ходе встречи обсудили также программу медицинской инфраструктуры подготовки детей к летней оздоровительной кампании и обеспечение безопасности период проведения майских праздников за рекой ада наблюдает несколько поколений одной семьи более 70 лет жители села саватеевка контролируют ее уровень и количество осадков алексей гундорин рассказал нашей программе об особенностях закрепленного за ним гидрологического поста и о своей редкой но такой нужной работе алексей гундорин наблюдатель гидрологического поста в третьем поколении продолжить семейную традицию решил после выхода на пенсию и занимается этим вот уже 20 лет следит за уровнем воды в реке ада изменением осадков и температуры воздуха в окрестностях села саватеевка эта работа которой мы занимаемся передается у нас по наследству первый кто начал работать это был мой прадедушка александр михайлов он стал работать 47 года потом этот потом эта работа перешла мои бабушки когда она совсем стала старенькая эту работу перенял я его работе нет выходных и праздников на берег алексей приходит два раза в сутки утром и вечером снимается показания температуры градусником водным в реке расположена свая отнивелированная ставим метр смотрим уровень записываем два раза в месяц происходит измерение расходов воды в качестве подручных средств гидрологическая вертушка и прибор на котором отражается время и количество оборотов в минуту река в этом месте рассказывает гидролог в третьем поколении спокойная не возникает трудностей даже зимой вода здесь не замерзает а потому делать прорубь нет необходимости выше по реке расположены ключи которые греют маленько и поэтому этот участок не замерзает спец приборы для измерения количества выпавших осадков расположены на участке где живет алексей например по установленным на огороде линейкам он замирает высоту выпавшего снега в этой буточке расположены два градусника максимальный и минимальный которые фиксируют максимальную и минимальную температуру за сутки а также срочная температура 8 часов утра и 8 часов вечера все это пишется в черновик а потом переносится уже в отчет за все годы работы гидрологом алексей вспоминает 2001 год тогда уровень воды поднялся до отметки 280 сантиметров река вышла из берегов прорвала дамбу и снесла мост по его наблюдениям последние несколько лет климат сильно изменился сдвинулся примерно на 20 дней возможно из-за того что вырубают хвойные леса мария евстратова олег левченко местное время при ангаре начали принимать заявление на выплаты детям от 3 до 7 лет эта мера социальной поддержки появилась период пандемии коронавируса и носила без заявительный характер сейчас механизм изменили теперь размер пособия зависит от многих факторов наличие недвижимости у семьи совместного дохода родителей в том числе и дополнительного соответственно выплаты будут варьироваться и составят 50 75 или 100 процентов от прожиточного минимума к слову в прошлом году из федеральной казны на выплаты было выделено 7 миллиардов рублей касается ни много ни мало 108 109 тысяч детей то вы то количество ребятишек на которые прошлом году мы выплачивали в этом году 8 миллиардов рублей предусмотрены на данную выплату я надеюсь что все будет нормально многие получатели уже оформили заявление через портал госуслуг для этого необходимо предоставить все документы в электронном виде ангарское общество инвалидов возвращается к привычному ритму жизни заработали творческие объединения а спортсмены вовсю готовятся к предстоящим состязаниям сегодня организация объединяет более двух тысяч ангарчан и для многих она стала вторым домом репортаж марии константиновой одна рука окей пока другая кулачок это новое мы не делали точно любое занятие в студии посиделки ангарского общества инвалидов начинается с гимнастики сегодня правополушарное рисование участникам необходимо изобразить пасхальный сюжет одинаковых работ практически нет даже небо у каждого получается особенным здесь главное не результат а удовольствие которое получает авторы от процесса это рисование она позволяет даже людям без определенных навыков создавать свои довольно таки симпатичные сюжеты и это расслабляет это что еще это нам дает это дает радость внутреннюю создает до настроение а это уже спортивный зал с раннего утра здесь аншлаг все тренажеры заняты атлеты признаются устали сидеть в четырех стенах с нетерпением ждали снятия ограничительных мер сейчас общество постепенно возвращается к привычному ритму жизни работы накопилось много а планов еще больше им хочется встречаться они сюда к нам приходят вот мы три дня работаем и они тут идут прямо вот побеседовать поговорить тут чем занимаемся просто своими они рассказывают что чего в общем люди наскучались конечно в ангарском обществе инвалидов более двух тысяч человек для каждого общения словно глоток свежего воздуха сейчас они готовятся участвовать в областных соревнованиях и выставках так 24 апреля в иркутске наши атлеты будут соревноваться в пауэрлифтинге и дарце мастерицы представят на суд зрителей свои рисунки и поделки мария константинова олег левченко местное время историю детям организация бывших узников концлагерей тихий зори передала школе номер 38 музей на его создание руководитель организации потратила многие годы а чтобы детище не пропало нашла ему новый дом в котором собранному наследию найдут применение истории биографии заметки и печатные материалы все это результат кропотливой работы тамара макаренко с 2003 года она руководит сообществом тихие зори некогда в нем состояло больше 120 бывших узников концлагерей на сегодня осталось всего 27 сама тамара макаренко тоже одна из них мне было четыре месяца когда мы попали в плен мы же все не здесь родились мы все родились где-то на западе оттуда приехали сюда я под московью родилась вот память о бузниках бережно хранится в экспонатах музея он создавался совместными усилиями например получить грант помог фонд новоангарск а недавно экспонаты обрели постоянный дом в школе номер 38 в учебное заведение их накануне передали в торжественной обстановке здоровье стала подводить и поэтому чтобы вдруг нечаянно умрем да и все останется где-то и все растащит и все будет неприборно ну а я уже здесь сюда пришла с такой целью что здесь останется и будет она сохранна и будет служить нашей патриотической работе в школе дела тамара макаренко не придадут забвению музеи планируют проводить тематические уроте а также расширять экспозицию это будет перетекающая композиция узники великой отечественной войны участники войны те в том числе которые учились в 38 школе и с переходом уже на современный на современную эпоху на современное время на сегодняшний день вот за моей спиной стенка будет посвящена уже современности школе 38 ее работе результатом руководство округа намеренно развивать сотрудничество между общественными организациями и школами как отметила заместитель мэра марина сасина такой шаг помогает приобщить молодое поколение к истории елена шелик дмитрий новопашин местное время в 21 30 на нашем канале смотрите художественный фильм простой карандаш это были все новости на сегодня напоминаю картина дня доступна и на нашем сайте его адрес actis tv.ru и на нашей странице в инстаграм а я с вами прощаюсь всего доброго и до встречи в эфире